Доброе утро, дорогие друзья. Новая недельная глава ТЦВ. Но хочется подвести итог храму, вот всем сосудам храма, которые мы изучали, конечно, миноре, которые я вообще особое отношение у меня к ней. Я по книге Рэбе хочу короткий этот урок провести. Он пишет, что Рамбам в одной из книг рассказывает историю построения храма и приводит такую историю. Уже при постройке первого храма царь Шлома знал, что храму суждено быть разрушенным. Поэтому в глубине храмовой горы был проложен какой-то специальный извилистый лабиринт. И он вел в тайное убежище, где скрижали можно спрятать в час беды. Через несколько столетий царь Ешиягу приказал перенести скрижали в это убежище. Храм был разрушен. Когда на его месте вырос второй храм, скрижали в нем уже не было. Он так и остался, они остались вот в убежище вот в этом вот тайном, в недрах горы. Они ждут своего часа. И возникает несколько вопросов. Один из них, как мог царь Шлома, построивший весь храм по слову Бога, добавить к нему по своему усмотрению подземное убежище? Это невозможно. Есть только одно объяснение. Идея подземного убежища изначально была заложена в конструкции храма. Бог знал, что мы сотворим с этими храмами. Но он знал, что мы не построим такую жизнь, которая, ну, может длиться вечно. Поэтому перенос скрижали в убежище не был жестом отчаяния. По приказу свыше, который получил царь Шлома, для скрижали с самого начала было отведено место одно обычное тайное, обычное, а второе тайное внизу, в недрах горы. Теперь понятно, почему Рамбам упомянул имя царя, который приказал перенести скрижали. Дело в том, что во времена Ишиягу никакого врага не было, враг не стоял у стен города. Наоборот, в эту пору было еврейское царство самым сильным, власть царя надежная. И вот в это время он дает команду перенести скрижали в тайник. И это не было уловкой беглецов. Оно, скорее, напоминает церемонию в носа скрижали, как Шлома вносил в первый храм. Веселясь и празднуя, царь Шлома знал одно, что это место в будущем превратится в развалины. И перенося скрижали в убежище, его потомок царя Шаягу верил, что даже в развалинах наш храм сохранит свою святость. Это подняло нас над временем. На первый взгляд может показаться, что, предчувствуя беду, еврейский царь хотел спасти от врагов нашу святыню. Так бывает во времена пожара. Убедившись, что его нельзя погасить, хозяева спешат вынести самое ценное. Но в нашем случае, вносили сокровища внутрь дома, давая понять, что разрушению подвластна только внешняя часть храма. А в глубине не украдешь, не разрушишь. Из кабалы известно, как будет оживление мертвых. Благодаря косточке лусу. Есть такая косточка в теле человека, которая, ну как, это, ну как, чип такой. С этого чипа потом очень легко вся информация там про человека, все записано. Так вот, скрижали, укрытые в недрах храмовой горы, подобны загадочной косточке лус. Единственной части вот этой нашей плоти, которая не разрушается после смерти, и после которой, я уже сказал, растет тело. Скрижали будут играть такую же роль, когда настанет время строить третий храм. Скрижали – это косточка лус храма. Это учит нас, опять-таки, великим вещам и дает великую надежду. Царь Шлома в своей великой мудрости знал, что любое творение человеческих рук не может существовать вечно. Природа человека не совершенно так же, как и дела его рук. Можете посмотреть сейчас направо, налево. Значит, хурбан, разрушение, оно в нашей жизни неизбежно. И в храме, и в личной жизни человека, и в событиях его жизни. К сожалению, оно не может идти вот так вот плавно-плавно-плавно. Оно подвержено различным веяниям, разрушениям. Не для того, чтобы на месте этого вот жилья стали развалены, разрушается это все. А для того, чтобы строить заново. Для того, чтобы построить великий третий храм, надо бы, чтобы был разрушен второй и первый. Чтобы построить второй, надо разрушить первый. Чтобы построить вечный третий, надо разрушить второй. Это так. Поэтому царь Шлома, строитель храма, отделил временное от вечного. Он возник великолепное здание, которому грозило разрушение, он понимал, что оно будет разрушено, и приказал создать тайное убежище, где будет храниться ядро храма, его скрижали. И в этом, как бы, тайна бытия. В мире могут существовать и бушевать войны, рушатся стены, здания, рушатся границы. Но там в глубине плана, который был создан в начале и идет до конца, неизменно все упорядочено. Разрушение не может коснуться скрижалей. Власть захватчиков над ними невозможна. Там в глубине не было двух разрушенных храмов. Был единый храм, построенный однажды, и с тех пор никогда не прекращавший свое существование, открыто и тайно. Так и мы с вами. Написано, что человек возвращается в этот мир много раз, пока не придет к тому моменту, когда Бог раскроет уже, почему было так, так и так. Надо вглядываться вот в эту вот глубину. Теперь вот скрижали ждут третьего раскрытия. Последний раз и навсегда. И я надеюсь, что мы его увидим в наши дни очень скоро. И закончится наше испытание, и мы увидим уже результат. Брахава от Слаха. Всего самого лучшего.